Это событие ждал весь 28-й микрорайон, поэтому сегодня на открытии в перемешку с чиновниками молодые мамы и малыши. Теперь у них появилась надежда, а у кого-то и реальный шанс переступить порог детского сада. Очередь довольно длительно шла. Мы вообще стояли в 17-м садике на 26-м микрорайоне. И вчера стало полной неожиданностью, что мы попали в 30-й сад, были очень рады. Строительство 30-го детского сада началось полтора года назад. И вот сегодня долгожданное новоселье. На трех этажах ясельные и дошкольные группы, отдельный медкабинет и пищеблог, физкультурный зал и комната природы. И это экологическая комната. Будем обучать. Здесь опыт, эксперименты, дети на детском уровне будут проводить. Уже конкурсер, на бюджетах уже. Да, это важно. Компьютеры сядут. В следующей комнате поэкспериментировать глава города решил на себе. Детские компьютеры здесь практически в каждой группе. И это не считая различных игровых комплексов и кукольных театров. Осталось лишь их обновить. Родители направления почти уже все разобрали у нас. Проблема в том, что они сейчас проходят медосмотр. Как только все будет зависеть от родителей, они пройдут медосмотр, мы сразу готовы принять детей в детский сад. Планируем с 3 марта. Но на экскурсию сегодня пришли все желающие, чтобы лично посмотреть, поиграть и даже попрыгать. Этот детский сад хоть и будет небольшим, он примет 165 малышей, но должен разгрузить соседний 20-й садик. Последний переполнен почти в два раза. Будет строиться еще садик на 29-м, и даже два детских сада. Поэтому мы надеемся, что в 15-м году вообще-то проблемы будут сняты. Плюс два университетских, которые будут в этом году введены. И учитывая, что университетский тоже не самый большой район, мы будем предлагать людям отсюда, в том числе и университетский. Я надеюсь, что мы здесь снимем проблемы. У главы города Михаила Гулевского планы еще грандиознее. Он пообещал построить в новых микрорайонах еще 8 детских садов. Тогда проблема с очередностью исчезнет. Весь вопрос упирается в сроки. Светлана Федоренко, Олег Писарев, ТВК Новости.